Макароны мы редко готовим, в том числе вот такие, как крученые, видите, красивенькие. Это даже какие-то импортные, они такие желтоватого цвета. Но это после прилета снаряда, крыша снесена, тут лежит еще все во дворе. Но собака такой воспитанный, он знает, что нельзя еду трогать. И вот так вот сейчас попробую то, что упало на землю, голубям положить. Это прилетают голуби, подкармливаем. И вот смотрите, как они, макароны, вот это вот сильно клювом бьют, перебивают и потом подкидывают. Вот такое вот у них получается зрелище красивое. Ну, курлыкают они, просят, прилетают покушать. Ну вот удивило, что макароны они тоже кушают. Ну это вот я концовку дал, а вот так вот оно было с самого начала. Так вот они вначале ходили только крупу клевали, макароны обходили. Шум, конечно, так они, видите, как шумят. И воробьи прилетают, и воробьям они уступают место покушать. Ну, как-то хочется разнообразия. И будет вот звук потом взрыва снаряда, вылета, и они испугаются, взлетят. А так они уже привыкли к канонаде, каждый день идет канонада, прилеты, отлеты. Херсон, это тут до речки, отсюда один километр. Вниз туда пройти, и уже речка Днепр. Так что вот так вот оно и птицы привыкли к фронту, и собаки, и животные. Трудная жизнь на линии фронта, тут ничего не скажешь. Поэтому надо всем друг другу приходить на взаимовыручку. Как к людьми между собой, так и к окружающему миру. Трудная жизнь на линии фронта. Трудная жизнь на линии фронта. Трудная жизнь на линии фронта. Продолжение следует...